всем привет это канал поршень покинул чат мы снова с вами вопреки вашим ожиданиям сегодня у нас будет эпический эпический обзор прекрасного автомобиля ну и больше мне сказать нечего мы начинаем судя из вступления вы наверняка подумали что мы будем снимать про бмв да мы будем снимать про него но не в этом обзоре сегодня мы вам расскажем про citroen c8 2.0 hd и машинка 2000 2006 года и мы посмотрим что сейчас нет не что сейчас а что у него под капотом а сейчас у нас дождь тут смотреть даже нечего под этим капотом поселился вот такой вот агрегат нормально главное чтобы не прибило кстати интересное решение вот этот вот ключик не я не знаю как это толком назвать мы короче очку этот блин колечко для буксировки сразу на месте с ходу можешь себе взять и не искать все на местах а это ключ я не знаю для чего этот ключ ну можно перепутать как я его вместе с этим с держалкой капота ошибиться очень легко если первый раз видишь этот двигатель и так это у нас дизель ок 20 объем как я уже сказал турбированный лошадок лошадок он имеет 136 пробежал уже сколько он пробежал 340 тысяч он уже пробежал и он сухой он не течет не сопливит значит сходу вам расскажем про типичную проблему этого мотора которая все-таки бывает и которую полезно знать в общем вот эта вот штука вот это вот эту пластиковую хрень это топливный фильтр бывает так что он либо треснет либо не плотно прилегает вот этот вот корпус сама крышка и тогда начинается веселье тогда начинается дискотека с копчением из-под трубы в общем можно картошку фри коптить вялить мяско и всякое такое ну и не набирает столько мощи в общем если кто сталкивался с такой проблемой знаете вот этот вот этот виноват и кстати расход по городу 8 литров довольно таки неплохо не много не мало в самый раз еще бывают нюансы с насосом гидроусилителя руля эти нюансы в основном связаны вот с этой коробочкой в которой находится предохранителя сгорел предохранитель не работающий насос он кстати тоже может погореть может навернуться из-за этого ну и последствия всем известны на вот кстати на данном автомобиле насос уже ремонтировался ремонтировался посредством сварки как можно понять из сказанного ремонт ремонт может быть и самостоятельным и за копейки хотя нет ни копейки на самом деле если нужно что-то отремонтировать то на эту машину запчасти стоят дорого стоимость нового оригинального насоса насоса гура на этот автомобиль примерно 350 долларов то есть ну да по кошельку по кошельку побьет я вам покажу еще одну интересную фишку под компотного пространства здесь домкрат ныкается прям под прям под капотом такого я еще не это интересно наверное удобно короче хочешь поменять колесо да открывай капот значит что что тут особо рассказывать нечего двигатель надежен это по-моему миллионник или не миллионник решайте сами я не знаю не буду брехать насчет этого но насколько я знаю насколько я слышал что этот двигатель на самом деле очень надежен и он практически не ломается ну здесь мы закончили дальше мы вам расскажем про сам корпус но и ходовая ходовая ребята здесь шикарная она просто божественная я бы даже сказал ребята она неубиваемая это раз во вторых она по таким дебрям пройдет мы вам кстати покажем по каким в общем ходовая здесь ну отличная я не знаю по стоимости стоимости запчастей по ремонту сколько это обойдется но скажу так сколько бы это не стоило оно того стоит по корпусу рассказывать особо нечего кроме того что он луженый он оцинкованный и комбинированный с пластиком это дополнительное решение против ржавчины значит вот эти вот крылья у нас идут пластик капот металлические двери металлические задние крылья ну наверное это не крылья скажем задняя часть кузова она тоже пластиковая и еще пластиковая крышка багажника ну что это отличное решение против снижения веса и против ржавчины также эта машина комплектуется уже завода уже с фабрики вот таким вот спойлером которые раздвигаются на любую ширину на любую длину и у тебя получается место для багажника навесного багажника но по-моему это абсолютно ненужная вещь потому что машина сама по себе это огромнейший багажник очень приятная фишка это электроника который напишкан этот автомобиль но но они все так конечно солнечно гладко как хотелось чем больше электроники тем больше с ней проблем французы болеют электроникой от этого никуда не деться но ребята смотрите блин смотрите как это шикарно как это приятно а а как тебе такое илон маск в общем смотрите сюда что мы здесь имеем три ряда нет три ряда нет три сиденья в ряду так будет правильнее сказать сиденья небольших размеров но довольно удобно это кожа это кожа ребята какая еще машинка может похвастаться недорогая машина семейный минивэн может похвастаться кожаными сиденьями но я думаю немногие еще эти сиденья управляемые электроникой ну скорее всего не задний ряд а передней но фишки фишки все равно присутствует мы можем опустить вот этот рычаг перекинуть сиденья какой-то рычаг еще нужно здесь нажать я не знаю честно говоря какой я вам не буду этого показывать но в общем все сиденья можно снять вообще поснимать и у тебя получается уже пикап закрытый пикап которым можно перевести но наверное четыре мотора еще блин вместе с коробками любая поездка окажется отдыхом когда у тебя салон трансформер я нахожусь в полу лежащем состоянии серьезно и сзади у меня здесь такие плюшечки как климат-контроль это кстати багажное отделение я нахожусь в багажном отделении климат-контроль шторка и еще очень интересная вещь смотрите стекло отгибается как на купешке в общем шикардос вот он я я на самом деле сейчас нахожусь на переднем ряду сидений и плюс этих сидений в том что они как я уже говорил могут разворачиваться на 360 градусов то есть но вы сами видите это это чудо чудесная ребята это просто шикарно плюшек до хрена в этом автомобиле вода это чули столько плюшек что прям я не знаю где еще можно найти значит водительское сидение уже у нас располагает памятью вот нажимаем двоечку ничего не происходит потому что мы уже на двоечке единичку опа пошла магия магия в действии смотрите что со мной делает меня сейчас вожмет в рулевое колесо нет не вожмет мне повезло вернемся на двоечку здесь обогрев сидений естественно разумеется наши пердаки всегда будут защищены от морозов что еще сказать кстати про морозы помните помните это время когда мы все ездили в автобусах и старая бабка закрывает форточку а кто-то кто помоложе наоборот и открывает и всю дорогу вот эти споры вот эти вот кидания говна из стороны в сторону здесь здесь такого не будет никогда потому что здесь раздельный криль климат-контроль на всех четырех то даже на четырех да на всех пассажиров раздельный климат-контроль то есть если я еду мне жарко я весь вспотел я себе включаю климат вот он кстати вот наше управление климатом крутилочка прикольно значит я могу себе сделать холодно приколоться над пассажиром сделать ему плюс 60 ну и задние пассажиры тоже могут себе регулировать климат как только хотят дальше у нас дальше у нас пару слов про дизайн дизайн конечно ребята космический своеобразный французский дизайн не всем он нравится но он неплох неплох на самом деле потому что все 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 продумано все на самом деле тщательно продумано и допустим вот каждая каждый наплыв каждый выступ за все отвечает вот к примеру видите вот эту вот невзрачную коробочку мы открываем ее здесь у нас сидюк серьезно легко и просто все продумано это на первый взгляд уродская приборная панель на самом деле не просто так сделано посередине она сделана в угоду удобству и комфорту здесь у нас два бардачка здесь у нас огромная ниша в которую можно скидывать всякий хлам всякую хрень всякую ну всякую хрень в общем еще стандартный бардачок здесь на этом месте еще ребята холодильник холодильник для пивка для кока-колы кстати если пьете пиво за рулем то только безалкогольная запомните еще у нас есть ниша для напитков для кофейка здесь у нас монетница прикуриватель здесь еще одна монетница не это не монетница этот самый пепельница пепельница короче вот продолжим тему электроники электроникой здесь напичкана все вообще все в общем вот это вот решеточка у нас это микрофон вместо пепельницы можно докупить консоль которая посредством bluetooth связывается с вашим мобильником короче вот эти всякие дела вы сами понимаете можно короче hands free для машины все на этом мы закончим дальше у нас фишечки с удобством открытия закрытия дверей нажимаем кнопочку и закрываем дверь нажимаем еще раз и она у нас открывается ну вообще удобство я я хочу себе такую машину серьезно и довольно таки недорого стоит 2000 2000 евро стоит вот такое вот удовольствие но ты ну да с тебя будут смеяться ездишь как старый перду на минивэне но зато с какими удобствами я в старости буду ездить только на такой тачке я вам отвечаю смотрите еще какая плюшка дополнительное зеркальце то есть вы себе такой ты себя такой едешь-едешь там у тебя шумная компания друзей сзади где такой палишь кто из них бухает смотришь чего они там вытворяют в твоей тачке ну или если у тебя ребенок сзади ты себе такой об настроил не не надо дергать основное зеркало перри перебивать настройки всякие и тому подобную херню ты себе палишь ты себе все видишь не надо чикс закрыл все ажур ребята я вам отвечаю наверное в старости буду старым пердуном и куплю себе такую тачку продолжаем тему электроники я уже задолбался у меня уже блин горло болит все это рассказывать но на самом деле рассказывать есть что так значит дальше идем по электронике здесь спереди мы имеем датчик дождя значит дальше что мы имеем мы имеем круиз-контроль ну я думаю все и так уже знают что это за вещь но тем не менее она здесь имеется и не сказать про нее это было бы упущение что у нас еще у нас здесь на самом деле мультируль хоть нету кнопок на руле зато они есть на вот этом рычажке здесь можно управлять магнитолой вот я вам тоже не буду показывать как все это делается это все так всем давно понятно значит здесь еще есть вебаста вебаста это такая хрень которая подогревает двигатель если я не ошибаюсь тоже не буду вам показывать как она работает ну зачем на хрена вы ребята и так все знаете если смотрите подобные каналы подобные видосы что у нас еще есть приятная плюшечка с зеркалами представьте себе такую ситуацию вы едете в каких-то каких-то катакомбах да похер где где в общем вы не боитесь свои зеркала поцарапать нажимаете вот эту вот кнопочку чикс чону не работает чикс о опа и они у нас сложились до никого не удивишь такой фишкой все более или менее современные машины когда становятся на парковку когда ты закрываешь их с ключа ушки поджимают но ребята это можно сделать здесь на ходу и эта машина далеко не новая так что я думаю это достойно уважению такая подобная опция ключик тут интересные и тоже многофункциональный к примеру вы пошли в магазин забыли закрыть окна не надо возвращаться в машину их закрывать достаточно нажать кнопочку немножечко придержать и машина сделает все за вас также двери можно открыть с ключа также можно них и закрыть функционал просто космический здесь охренеть сколько чего есть ну и пора завершать наш выпуск наверняка он будет дольше чем наши предыдущие но тут и рассказывать на самом-то деле заебешься блины в общем ребята ставьте колокольчики подписывайте лайки это был канал поршень покинул чат я скажу сегодня он чат не покинул эта тачка достойно внимания меня зовут санек всем пока